Добрый вечер! С вами программа «Лучше знать» и я, Анна Васильева. Сегодня мы в последний раз подводим итоги недели в пятницу. Впредь мы будем выходить в эфир по субботам. Дело в том, что со следующей недели «Лучше знать» можно будет увидеть не только в интернете, но и по телевизору. Смотрите нас в 21.00 в кабельных сетях на канале RTVI. Плюс к этому в понедельник и среду на том же телеканале в 20.45 смотрите независимые новости Латвии. Латвия Зинес. И это хорошие новости. Но новости недели будущей. А уходящая отметилась хорошей погодой за окном, новым раздором в правительстве, беспомощными оправданиями нашей полиции и министра МВД. Все это происходило на фоне бунта Польши против суда ЕС. По мнению экспертов, польский Демарш как ничто другое угрожает единству Евросоюза и может иметь очень серьезные последствия и для Латвии. Но обо всем по порядку. Не пугайте полицейских. Глава МВД говорит парадоксами. Похороны по партийному. Министр сбежал из КПВ ЛВ. Польша разваливает ЕС. Урок для Латвии. Не пугайте полицейских. После того, как футбольного агента Беззубова расстреляли из автомата прямо на улице, вся страна почувствовала запах 90-х. Но МВД и полиция немедленно начали нас утешать и доказывать, что это не так. А СМИ начали обсуждать мотивы заказного убийства. И тут министр внутренних дел Сандес Диргенс отринул версию о связи убийства с футболом и поразил всех. Цитирую. У меня есть другая версия. Я думаю, что это предупреждение, потому что мы начали очищать Латвию от преступных группировок, которые длительное время действовали в Латвии. Переведем это высказывание на язык логики и сделаем его понятным всем, в том числе и господину Диргенсу. На самом деле он сказал, что его ведомство в последнее время работает настолько хорошо, что организованная преступность впала в отчаяние. И из-за этого, безо всякого внятного повода, расстреляло того, кто под руку подвернулся. Чтобы напугать и показать полиции, что показать, что можно убить случайного, по мнению Диргенса, человека, не какого-то полицейского в чинах или чиновника МВД, что было бы явным посланием нашим силовикам, а бывшего футболиста. Звучит это странно, если не сказать парадоксально. По этой логике у нас вообще все преступления совершаются от ужаса в знак признания отличной работы полиции. Так можно договориться до того, что и за руль пьяными садятся от того, что полиция за это успешно ловит и строго наказывает. На самом деле это странное высказывание Диргенса объясняется просто. Он хотел сделать хорошую мину при плохой игре. Получилось плохо. А игра стала еще хуже. Всем стало ясно, что никаких внятных версий мотива этого заказного убийства у полиции нет. Чтобы доказать, что 90-е ушли безвозвратно, глава госполиции Армен Трукс выпустил пресс-релиз, где показывает, что Латвия страна безопасная и тихая, и что наша полиция нас успешно и бдительно бережет. Он приводит статистику. В 2017 году из 74 убийств раскрыто 77%, в 2018 году из 79 убийств и их попыток раскрыто 86%, в 2019 году 88% из 75%, в 2020 году 85% из 78%. Цифры надо признать хорошие. С одной оговоркой 97% этих убийств бытовые, совершенные по пьяни или под наркотиками. А что с заказными убийствами? И тут статистика от Рукса становится какой-то рваной и неполной. Так, в 2019 году полиция предотвратила два заказных убийства. В 2020 году было зарегистрировано три покушения на убийство и два приготовления к убийству, которые также предотвращены. При этом число заказных убийств за этот период не указывается. Зато говорится, что их стало меньше. Например, в 2001 году полиция зарегистрировала 12 заказных убийств, в 2007 году – 10. Какие можно сделать выводы из всего этого? Очень простые. Первый вывод – на бытовом уровне полиция работает удовлетворительно. Бытовые убийства ей по силам. Второй вывод – на среднем уровне заказных убийств тоже есть успехи, но их нельзя оценить из-за неполной статистики. И третий. Высший уровень заказных убийств в среде миллионеров нашей полиции не по зубам. Во всяком случае, пока. Ну что же, будем ждать новой моды на бронированные дорогие авто и телохранители для богатых. Она может стать визитной карточкой лихих 20-х, которые только начинаются. Министр сбежал из КПВ ЛВ. Министр экономики Янис Виттенбергс – человек неглупый, и министром оказался неплохим. Весь ковидный год он последовательно отстаивал интересы местного бизнеса. В том, что у нас сейчас открыты небольшие магазины, немалая доля его упорства. При этом он был уникален. Это единственный министр от партии КПВ ЛВ, который действительно на своем месте. Только вот его партия на грани смерти. Получив на прошлых выборах аж 16 мест в Сейме, партия свалилась в череду скандалов, раздоров и уходов. От нее отпочковалась партия Гобземса «Закон и порядок». Из нее ушел основатель Артус Кайминдж. Ее рейтинг упал ниже 2%. Это политическая смерть. И умный Виттенбергс решил, что дальше ему с мертвецами не по пути. И решил перейти в национальное объединение. И вот тут начинается интересное. Дело в том, что когда делили пирог власти, КПВ досталось 3 министерских поста. И по коалиционному договору, если Виттенбергс уходит из партии, то на его место приходит другой министр из ее рядов. Но уже становится понятно, что и премьер Карриндж, и все остальные партии не намерены соблюдать этот договор с КПВ. И партия с очень большой вероятностью потеряет пост главы Министерства экономики. И что же, КПВ выйдет из коалиции, громко хлопнув дверью? Правительство падет и будет новое? Нет, я бы не советовала на это рассчитывать. Скорее всего, КПВ тихо проглотят эту пилюлю и досидят свой срок в парламенте. Почему? А за деньги. Дело в том, что госфинансирование умирающей партии с двумя процентами рейтинга составляет 640 тысяч евро в год. Деньги-то начислялись по количеству набранных мест на прошлых выборах. Но если КПВ останется в этой ситуации в правительстве, то все увидят, что для этой партии деньги важнее всего. И это показывает большой изъян в финансировании партий за счет денег налогоплательщиков. То есть нас с вами. Главное избраться, обещая что угодно. И получать сотни тысяч четыре года подряд. А там и трава не расти. И еще. Нарушив коалиционный договор, все правящие партии докажут, что власть для них важнее честного слова. Но это, наверное, уже не новость. Польша разваливает ЕС. Конституционный суд Польши начал дело по иску премьер-министра о несоответствии положения договора о ЕС-Конституции Польши. Цель простая – доказать, что законы Польши выше постановлений суда ЕС. В чем суть конфликта? Суд ЕС считает, что законы Польши нарушают принцип верховенства права, что они делают ее судебную систему политически зависимой. А при чем тут Латвия? Очень даже при чем. Дело в том, что Латвия и Польша очень похожи. Обе страны очень настойчивы в получении различных плюшек от ЕС, фондов, миллиардов на восстановление. Но как только какая-нибудь европейская структура указывает этим странам на несоответствие их законов европейских принципам, то они также настойчиво это игнорируют. Указывают Латвии на то, что согласно рамочной конвенции негражданам надо бы дать право голоса на муниципальных выборах. Латвия говорит, что ЕС не понимает ее трудную историю. Говорят с европейских трибун, что не все в порядке с правами нацменьшинств. Латвия отвечает, что все услышала, но эти рекомендации не примет. Предлагают в рамках солидарности принять беженцев. Латвия делает все, чтобы принять самый минимум. Польша поступает точно так же. И вот теперь Польша взбунтовалась. Если одна из стран ЕС говорит, что суд ЕС ей не указ, то и другие подтянутся. Следующей станет Венгрия, потом, возможно, Чехия. Это же очень выгодно. Когда нужно требовать деньги, то эти страны часть ЕС, как соблюдать права секс, нац и прочих меньшинств, то тут ЕС им не указ. И Латвия одна из таких стран. К чему это может привести? Понятное дело, что единство ЕС и так расшатанное ковидом и скандалами вокруг российского газового северного потока это сильно ослабит. Эксперты даже полагают, что Польша могут пригрозить изгнанием из ЕС. И после этого будут два пути. Первый, Польша и те страны, что ведут себя, как она, хлопают дверью и уходят. А что? Деньги получены, экономика усилилась, дороги построены. Уже можно. Британия вот вышла и живет себе. И это начало конца ЕС. Для Латвии это вообще не вариант. У нас и с дорогами не очень, и экономика не блещет. И деньги ЕС нам нужны, как воздух. Второй вариант развития событий. Бунт Польши подавлен. И ЕС медленно и упорно заставляет новую и еще очень восточную Европу соблюдать правила игры. И наказывает за их неисполнение деньгами. И этот вариант для сегодняшней Латвии и ее действующей политической элиты не очень хорош. Это же придется снова вводить школы нацменьшинств, а неграждане с правом голоса и вовсе изменят расклады на муниципальных выборах в стране. Так что в Варшаве аукнется, а в Риге откликнется. На этом у меня все. Удачи вам и смотрите программу «Лучше знать» теперь по субботам и в интернете, и на телеканале RTVI в 21.00. До встречи!